Признайтесь, все хотели бы хоть раз прокатиться на какой-нибудь Феррари или Ламборгини. Все потому, что итальянские авто это талон красоты и качества. А как насчет итальянских танков? Moral of Tanks все еще не стоит на месте. С новым апдейтом в игру добавили итальянскую ветку танков, в которой более 10 новейших машин. Также разработчики обновили популярную карту провинция и ввели совершенно новую механику дозарядки снарядов. В результате даже стиль игры совершенно изменился. Но самое интересное, что теперь каждый может заполучить себе в экипаж самого Джан-Луиджи Буффона. А регистрируясь по моей ссылке в описании, ты получишь премиум аккаунт на 3 дня, 400 тысяч кредитов и шустрый танк. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Сегодня я приехал в Беларусь, город Орша. Сегодня я приехал в гости к другому видеоблогеру. Его зовут Паша, его канал называется Дорога к фильму. Правильно я сказал? Да. В общем, он нас пригласил посетить одно очень интересное место. И сейчас он вам в двух словах расскажет, куда же мы в принципе приехали. Народ, всем привет. Короче, приехали мы в такое классное место, где хранились ядерные боеголовки. То есть на полном серьезе в этом бункере, в который мы сейчас будем заходить, там еще один бункер хранились. Ядерные бомбы, короче, там больше 100 мегатонн, короче, реально. То есть это... 100 мегатонн это сколько? То есть потому что я, например, не понимаю, думаю, мои зрители некоторые тоже не понимают. Ну я как бы тоже не особо профессионал в этих делах. Короче, например, если 100 килотонн бомба, то ты уничтожишь город такой, например, как Киев или Минск. То есть мегатонн это в 100 раз больше. А если мегатонн, то это уже Киевская область вся. Короче, это очень мощная, я понял. Очень мощная бомба. То есть там, где их испытывали, там земля просаживалась на 20 метров, ну просто вниз. И взрывная волна три раза огибала, короче, земной шар. Ничего себе. Да, то есть там все серьезно. А гриб, который вот этот вырастает после ядерного взрыва, в стратосферу вылетал, короче. Ну все серьезно. И вот здесь хранились вот эти боеприпасы. Так что сейчас будем заходить внутрь, короче. Сергей пускай показывает, рассказывает. Входимся, ребята, уже у входа. Смотрите, какое оно все огромное. Вот, короче, человеческий обычный рост. Вот такая вот дверь. Вот это площадь двери. Она по рельсам выезжала сюда. Вы заценили, да? Вот я, а вот дверь. Вот это все уже радиторная дверь. Вот вторая дверь. И там еще три штуки таких. Сейчас эти двери находятся в открытом положении. Так как украли моторы, то закрыть их уже не получится. В принципе, нет на это необходимости. В общем, заходим мы вовнутрь. Смотрим здесь, что у нас здесь. Давайте мы посмотрим не отсюда, а пройдем по тому маршруту, как ходил персонал, который здесь работал. Через эти двери, ребята, сюда заезжала различная техника. А персонал заходил через вот эти двери. Здесь их, конечно же, тоже сперли. Вот здесь были петли, но все посрезали и все сдали на металлолом. А мы заходим вовнутрь. Здесь вторая дверь была. И дальше, короче, здесь начинаются всякие тех помещения. Это революционные было. Короче, ребята, мы думали, что это душевые кабинки. Вот такие вот маленькие комнатушки. Мы, короче, в них смотрим. Ну, ничего другого не напоминает, как душевые кабинки. Мы думали, что это душ. Но мой товарищ Денис подсказал, что это не душ. Потому что в этой комнате нет ни слива, ни электричества, ничего. То есть здесь что-то делали. Потому что даже свет, который, ну, светить должен был, он светит из-за стекла. То есть внутри лампочки не было. Лампочка была снаружи там, под потолком, короче. Вот там здесь побитая металла. А здесь только вот вытяжка, которую открывали. Вот на случай, когда что-то ремонтировали, ее открывали. И что вытягивало? Допустим, надо вход в помере традиционный, потому что... А розетка, кстати, есть. Вот одна розетка. Смотри. Но в душе ее не может быть. Ну да, розетка в душе это очень нелогично. Суровые люди прилились. Давайте вернемся в эту комнату. Здесь, короче, в одной из этих комнатушек есть вот разбитое такое стекло. Ну и там какая-то уже вытяжка, вентиляция пошла. У меня есть, ребята, вот такой вот дозиметр. Мне его когда-то подарил один из моих зрителей, когда я отправлялся в Чернобыль. И, короче, мы сейчас здесь померяем радиационный фон. Потому что здесь все-таки хранилось ядерное оружие. И понятия не имеем, может быть, здесь вообще слишком загрязненное место. И тут фонит просто радиация. В принципе, это норма. То есть до 28-30 это норма. В некоторых местах Чернобыля, например, в городе Припель, средний фон около 50. В принципе, это не такой уж высокий фон. Сейчас мы, ребята, пришли в место, где, собственно, и хранилось ядерное оружие. В общем, вон с той стороны мы видим вход, который я вам уже показывал. Туда заезжала техника. Вон там, короче, тоже есть такая дырка. Вот здесь, насколько я понимаю, были раньше рейсы. Вот здесь я не знаю, что у меня было под ногами. Вот тут можно увидеть с лидой рейс. Вот одна рейса, вторая рейса. Это, наверное, для того, чтобы всякие штуки-дрюки сюда могли заезжать. А в вот этих уже комнатах хранилось само оружие. Если мы зайдем внутрь, можем посмотреть, что на стенах есть разные лозунги. Строго соблюдать режим и секретность. Перед выездом проверить исправность тормозной системы прицепа. Как, в принципе, в большинстве каких-то заброшенных помещений, все разворовано, все разрушено. А раньше этот бункер мог выдержать такой взрыв, что если вот где-то в километре буквально от него произойдет ядерный взрыв, то люди здесь могли сутки находиться и полноценно жить. У меня есть дозиметр. Опять же, одна из таких комнат, где хранилось ядерное оружие. Померяем, какой здесь радиационный фон. Так, заходим внутрь. В принципе, ядерное оружие должно быть радиоактивное, насколько я понимаю. Может, я, конечно, ошибаюсь. Поправьте меня в комментариях. Листку эхо. И мы видим здесь 0,9 микрозивертов. То есть это чище, чем, скорее всего, у вас на улице. Если вы сейчас выйдете из дома, и у вас был бы дозиметр, то, скорее всего, эта цифра была бы там выше. Нашли мы здесь в полу такую вот дырку. И, судя по всему, она куда-то ведет в разные стороны. Здесь, конечно, с этой стороны, наверное, стенка, потому что здесь тоже такая пропасть. Мы видим, что там нету прохода. Я, короче, сейчас спущусь в эту дырку. Мы посмотрим, что же там такое есть. Да, можно заодно там радиацию померить. В общем, тут ничего интересного. Здесь немножко тесновато. Посмотрите, ребята, здесь есть вот такие стены. Они как бы в самый низ не идут. Я думаю, что если поползать... Уху! Да тут подвал подземный. Давайте, короче, пройдемся дальше, потому что я вот подсмотрел в камеру и вижу, что вам ничего не видно. Я думаю, что вам тоже будет любопытно посмотреть, что там дальше. Было бы, наверное, хорошо сейчас все-таки мне не пожалеть свою чистую одежду, проползти туда и показать вам, что там есть. Возможно, вот этот, так сказать, подвал вот этот у нас куда-то приведет. Но первым делом давайте померяем, опять же, радиационный фон, потому что не стоит забывать, где мы. Включаем, смотрим. 12 микрозивертов. 11 даже. В принципе, это допустимо. Это даже более чем нормально. В общем, ладно, не пожалею. Штаны, кофту, поеду грязным домой. Ну, короче, полезу ради вас, ребята, туда. Так. Что мы дальше видим? Дальше ничего интересного. Вроде как по всему периметру стены. Наверное, стоит вылазить обратно. В общем, как оказалось, там ничего интересного. Ну, в принципе, вот под нами, можно сказать, есть еще один этаж, по которому можно ползать. Мы, ребята, поднялись наверх. Находимся, можно сказать, на крыше самого бомбаря. В общем, вот тут находятся такие вот вентиляционные грибы. Зачастую через такие именно всякие сталкеры, диггеры и попадают внутрь бомбоубежищ. Правда, вот это как бы выглядит так более по-старому, кирпичное. Обычно это такие, знаете, круглые, как будто бы не до колодца, короче. Я вот в детстве никогда не понимал, что это за такие штуки-дрюки торчат. Потом сверху такой просто как бы грибок. И там обычно ломают решетку и туда попадают. Здесь же все намного проще. Здесь вход вот так вот открыт. Здесь, конечно, тоже раньше была решетка. Но ее, как и многое другое металлическое, здесь украли и сдали, наверное, на металлолом. В общем, Сережа был там внутри, говорит, и там ничего интересного. Серый, нет смысла туда спускаться, я и тебе. Просто мне кажется, что если я как бы показал вот это своим зрителям и не спущусь и не покажу им, что там действительно тупик, они меня этого не просят. Поэтому я все-таки спущусь, покажу своим зрителям, что там тупик и потом вернусь. Спускаем все внутрь. Блин, и правда тупик. Серега, там что-то есть? Там и правда тупик. Мы нашли другой вентиляционный грипп, я не знаю, куда он нас приведет, но вы, ребята, посмотрите, насколько он глубокий. Конечно, это так сам, это вам так не передастся просто, это нужно туда спуститься и показать все вам. Туда. Ты реально решил туда спуститься? Туда. Да, если бы это разолез, то я прочитаю. Меня оттуда бы не достали. Может, все-таки я тоже. Да, Тёма, я думаю, что как бы ногами, ногами, ногами и можно будет вылезть вверх. Но, ребята, я вижу вот эти вот металлические штуки там посередине. И мне кажется, что когда мы спустимся, нас ждет точно то же самое, что и в том грибе. Поэтому я буду умнее, пусть Сережа первый спустится. Короче, ты спускайся, мы тебе это, руку подадим, если чё. Всё, Серега полез, но мне кажется, что там ждет точно то же самое. Я, короче, полезу после того, как он скажет, что там. Ну ты точно повезешь в Серега? Ну если там ничего нету, смысл мне лезть туда. А, вот так. Ну поверим, тебе надо было, если что. Бля, пацан, я вообще прошла в цене, не знаю. Чё там? Врёшь, там ничего нету. Да, конечно, вру. Ничего нету? Да. Ну всё, давайте, точно так вот же канал, такая же шахта, вот, три хода. Это было очевидно, но сейчас будем как-то вынимать оттуда Серегу. А, ты каван тяжелый. Руку, руку. Оп, оп, я уже на труничке. В общем, ребята, видео вышло у меня какое-то не сильно красноречивое. Приехали мы в другой бункер, они как бы завязаны между собой. Оказывается, в том бункере они хранили ядерное оружие, а его собирали. А хранили именно здесь. И здесь двери будут ещё толще. Вот Паша говорит, что двери толщиной, ну толще, чем его длина машины. Нет, толще, чем ширина. А, толще, чем ширина. Ну, короче, всё равно это достаточно широкие будут. У меня что длина, пацаны, что ширина как бы машины, так что двери. Короче, мы сейчас отправляемся внутрь. Я думаю, что, учитывая, что здесь хранилось уже само ядерное оружие, здесь, может быть, радиационный фон будет немножечко повыше, чем там. Там, оказывается, его только собирали. Ну, и, видимо, сюда транспортировали. Что мы видим на входе? Если вы помните, я вот в видео 5, может, 10 назад был в заброшенном городе Орбита. И там такую железную-железную подпорку, столб, я бы сказал, железный, его просто вырезали и заменили деревянной палочкой, чтобы конструкция не завалилась. Здесь, в принципе, сделали что-то похожее. Только вот это ни в коем случае не трогали, потому что на этом, собственно говоря, сейчас держится. Не, я понимаю, я вот об этом и рассказываю, что мы такое видели уже. В общем, отправляемся, ребят, внутрь, посмотрим, что же там внутри. Мы уже на месте, смотрите. Вот такие вот, офигеть, какие большие двери. Я был в туннелях метро, я видел, какими дверями закрывают туннели метро, но это, короче, ни с чем не сравнится. Это мега толстые двери. В общем, как мы видим, ребята, здесь вот всякие вандалы уже воровали металл, они его вот тут обрезали. Внутри это все залито бетоном, снаружи металл. Давайте зайдемте внутрь и померяем здесь радиационный фон. Собственно, здесь уже и хранилось ядерное оружие. Давайте у входа сразу померяем. Пока раздопляется мой дозимит, я зайду немножко внутрь. В принципе, ничего интересного, голые стены. У нас есть лишь понимание того, что здесь раньше было оружие. Так, 12 микросивертов. В принципе, это очень даже чисто. Вот здесь тоже видно, что куски металла повырезали. О, можно, кстати, посмотреть, какая толщина металла. Я вот ради интереса поднесу палец сюда. Или знаете, что мы возьмем? Давайте возьмем iPhone. Мы сравним, короче, по iPhone толщину. Короче, мы прикладываем iPhone. Ну, и видим, короче, что толщина металла немножко толще айфона. В принципе, это достаточно толстый металл. Если еще учитывать, что раньше металл делали немножко качественнее, нежели сейчас, можно сказать, что это очень толстый металл, плюс вот такой слой бетона. Короче, ребят, сверху я вот там вижу, есть какая-то лестница. Сейчас я попытаюсь подняться наверх этой двери. Вот, кстати, еще одна дверь. Петли какие, нифига себе. Я прикидываю, сколько они весят. Короче, странно, что вот эти болты еще никто не раскрутил и не спер на металл. Вот, собственно, лестница. Сейчас мы по ней поднимемся наверх. Так, я не знаю, что я здесь ожидал увидеть. Здесь ничего нету. Только пачка бенгальских огней. Мы, ребята, видим, что дверь на самом деле очень большая. И, понятное дело, что кто-то просто с помощью рук, даже если там будет человек 10, просто, ну, такую дверь, наверное, невозможно закрыть. В общем, Денис нам сейчас расскажет, как же устроен был механизм, который закрывал вот эти двери. Эти двери очень тяжелые, хоть там вот такие большие петли, как ты показывал. Но если они повиснут на них, они их просто вывы. Поэтому дверь на третьей точке стояла, на этом колесике. Чтобы их просто не выворачивало. И где-то должен быть стоять спереди. Здесь запорный механизм, гидравлический большой, как в тракторе, что ковш поднимает. И он закрывал вот эти двери, заталкивал. Я проделал такой большой путь в Беларусь. Я решил не ограничиваться одним объектом. И мы сразу заехали на еще один очень классный объект. Это вообще самый большой бомбарь в Беларуси. Не знаю, вряд ли во всем этом постсоветском пространстве. Но в Беларуси это точно самый большой бомбарь. В общем, мы ехали по такой лесной дороге. Я, честно, не думал, что я на Мазде смогу вообще в такие места ездить. Там вот, можно сказать, частично еле заехали туда. И впереди нас ждет вот такая вот большая куча. Мы, конечно, могли бы сейчас какими-то ветками раскидать эту кучу и поехать дальше. Прям как на внедорожнике в каком-то крутом крузаке. Но мы решили, короче, пройтись пешком. Тут совсем ничего осталось. И потом вернуться. Ну, а этот ролик подходит к концу. В общем, спасибо большое Паше, что пригласил нас в гости. Ребята, напомню, ссылка на его канал в описании. Паша, расскажи в двух словах, чем ты занимаешься. Серега, короче, ребята, прошу подписаться на мой канал, который называется Дорога к фильму. А девиз моего канала такой. Самое интересное на этой планете это люди. И нет ни одного человека, жизнь которого была бы неинтересной. Жизнь каждого человека достойна либо книги, либо фильма. Если вы со мной согласны, то подписывайтесь на мой канал, который называется Дорога к фильму. Road to Film. Все, друзья, спасибо. Всем пока. Все, ребят, ну а мой ролик подходит к концу. На Пашу подписывайтесь, а мне можете поставить лайк. Ну, если не подписаны, то можете и на меня тоже подписаться. В общем, а мы пошли снимать следующий крутой ролик. Также жмите колокольчик, если не хотите его пропустить. Это реально очень интересный объект. Он 9 этажей под землю. Я не знаю, там затоплено, не затоплено все. Но, чтобы не пропустить, вы, короче, знаете, вот там колокольчик, подписка. А мы вот взяли фонарики и идем дальше за приключениями.